У этого кабеля нет адаптера в комплекте. Конечно, кто-то скажет, но я могу её запитать от зарядника телефона. Я очень хочу, чтобы следующий телефон, который ты купил, продавался без кабеля и без адаптера. Ну, у тебя ж был старый, вот от него и заряжай. Будьте осторожны к своим желаниям. Они имеют свойство сбываться. Михаил Булгаков. Кстати, да, они сэкономили не только на наушниках и на зарядке, но ещё и до коробки. Она ж похудела процентов на 50, а это, во-первых, меньше материалов при изготовлении, а во-вторых, гораздо легче при логистике. Я вам приведу пример. У нас в Jury Bell мы когда-то делали огромные коробки, тяжеленные. Она была прям дубовая, по ней стучать можно было. Мы её сделали на 50% легче, её стало дешевле отправлять, её стало дешевле производить, но мы кое в чём облажались. Мы снизили цену товара. Ну, потому что затраты на комплектацию товара снизились, следовательно, и надо понизить цену. Представляете, как смеётся Тим Кок? Это iPhone 12, с ним я уже не делю, эмоций просто ноль. Это скучнейший, обыкновенный iPhone, который ничем не интересен вообще. Денег своих он, очевидно, конечно же, не стоит. В этом видео я вам это докажу. Абсолютно средняя, вообще не флагманская камера. Мне скажут, ну ведь это и не флагманский iPhone. Да, но стоит он как флагманский Android. За 70 тысяч рублей двухкратный оптический зум, пятикратный гибридный. Это позор. За 70 тысяч рублей 60-герцовый экран. Это позор, даже не 90-герц, а одна сим-карта. Это просто позор. Единственное, что мне в нём реально нравится, это его дизайн. Это маленький iPad. Мне нравится, что они ушли от обмылков. Теперь здесь тоненькая, плоская окантовка, матовый алюминий. Причём в 12 Pro и 12 Pro Max она глянцевая, эта окантовка, из-за чего она безумно сильно царапается. В интернете огромное количество роликов, где они вообще царапаются об воздух. Я в прошлом ролике пошутил, сказав, что iPhone 12 царапается уже, когда ты на сайте курсора вводишь по его картинке. Так и есть, чего ещё ожидать от глянцевого металла. Немножко конспирологии, для чего Apple во флагманской модели сделали глянцевую окантовку. Вариант первый. Для того, чтобы провоцировать вас покупать чехлы. Вариант второй. Более искусный. Для того, чтобы телефоны флагманские быстрее теряли товарный вид и их быстрее хотелось поменять. Почему именно с флагманскими моделями? Потому что люди, которые покупают телефон за 110 тысяч рублей, это платежеспособная клиентура, которая, вероятнее всего, поменяет телефон быстрее, чем человек, который купит 12-й iPhone. Так, в принципе, работает, что чем больше человек платит, тем меньше он требовательен к товару. Допустим, чувак, который покупает тачку за 200 тысяч евро, он её будет рассматривать явно меньше и менее скрупулёзно, чем чувак, который покупает тачку за 3 тысячи евро. И тот, который купил тачку за 200 тысяч евро, поменяет её гораздо быстрее, чем тот, который купил её за 3. С телефонами, в принципе, так же. Это самый беспонтовый телефон из всей представленной линейки, потому что iPhone 12 mini интересен за свою компактность. Это один из немногих, если это единственный телефон на рынке, который имеет топовые характеристики, при этом он малюсенький. И он мне нравится. Затем идёт этот. Зачем нужен этот, когда ещё доплатить немного, относительно общей цены немного, и купить iPhone 12 с нормальной камерой? В плане фото камера нормальная, но вот видео он снимает так себе. И вы скажете, ну а если мне не нужна камера, так а на черта вам iPhone 12? Купите в таком случае iPhone 11 Pro, это будет и дешевле, и лучше. Но я понимаю, что слово рациональность, это не то, что интересует эпловодов. Им нужен новый iPhone, чтобы вот новый, чтобы вот, смотрите, у меня новый iPhone. Это неплохой телефон, если у вас XS, допустим, или восьмёрка вовсе, да. А что ещё из позитивного? Он безумно лёгкий, и это приятно. Вот прям, ну вот прям лёгкий, ну вот лёгкий, ну вот поверьте, реально говорю лёгкий, очень, отвечаю. А коротко, что можно ещё про него сказать? Он красивый, он очень дорогой. Вот вам примеры фотографий, как он их делает. Первая, вторая, третья. Вот вам ночная съёмка. Вот вам пример видео. А для этого разве не существует фронталка? А это уже считается за записанное видео? Знаешь, как называется этаж, откуда твоя жена даёт тебе указания? Цок-цок, или? Вот вам пример видео, как он плохо фокусируется вблизи. Это проблема всех iPhone, и она никуда не делась. Вот вам пример видео со стабилизацией. На этом можно закончить видео, но я не закончу, потому что мне надо вставить рекламу с конкурсом интересным на кучу iPhone. Да смотрите. Самая огромная глупость сегодня это не использовать кэшбэки. Это просто выбрасывать свои собственные деньги. У многих есть банковские кэшбэки, добавьте к ним ещё кэшбэк от Letyshops, и будет двойной профит. А вообще идеально, когда покупаете на распродажах. Например, на знаменитой распродаже 11.11 на Алиэкспресс. Это лучший момент, чтобы выбрать интересные товары, добавить в корзину, чтобы получить купоны на дополнительную скидку. И оформить заказ 11-го числа. В три раза Letyshops увеличат кэшбэк для этой распродажи. Но для этого нужно зарегистрироваться по ссылке в описании. Если уже зарегистрированы, то активировать Leti-код. Вот этот в кабинете. Тем более, за каждую покупку с Letyshops вы получаете один билет участника в розыгрыше 12 айфонов 12. Не то, чтобы он не особо нравился, но за бесплатно это идеальный телефон. Один заказ, один билет. Чем больше покупаешь, тем больше вероятность. Но это не всё. И ещё конкурс на один айфон от меня. Условия элементарны. Регистрируйся, подтверди почту, установи расширение или приложение на мобильный телефон. Это минута времени. Подпишись на мой паблик ВКонтакте. И заполни гугл-форму, в которой нужно указать свой Leti-ID. Это всё. Ссылки в описании, а результаты на стриме. На презентации Apple пищали, что они изобрели какое-то абсолютно новое стекло, которое прочное, ещё что-то. Он у меня поцарапался, я не понимаю, что вот просто в первый день. Ну, вы понимаете, как я щепетильно относился к телефону, который я определённо хочу вернуть обратно. Но вот он как-то поцарапался. Если вы хотите сохранять товарный вид, покупайте плёнки, чехлы, как всегда. Если бы это был мини, я бы ему нашёл применение, он прикольный маленький. Если бы это был 11 Pro, то я бы на него снимал. У него хорошая камера, там лидар, там лучше стабилизация, там телефотообъектив. Там 60 FPS при HDR записи видео, там куча всего прикольного. Это скучное, ненужное нечто. Он просто не нужен, он ни рыба, ни мясо. Он находится посередине между крутыми флагманскими 12 Pro и прикольным миниатюрным 12, которому можно простить посредственную камеру, посредственный экран, просто потому что он маленький. Давайте как раз-таки про камеру. Сравнивать я буду с OnePlus 8 Pro. Почему именно с ним? Потому что это интересно, он стоит на 30 с половиной тысяч рублей дешевле. Что наглядно покажет, насколько iPhone это оверпрайс. Потому что в OnePlus 120 герцовый экран, две сим-карты, лучший аккумулятор, фаст-чардж зарядка в комплекте. Куча всего другого и самое основное. Это флагман этого года и это мой основной телефон на протяжении кучи месяцев. И это лучший Android телефон 20-го года, я про него сниму ещё одно видео. Начнём мы с видео. Да, днём они все снимают хорошо, одинаково, прекрасно. Что по поводу стабилизации? Она неплохая, но ровно до тех пор, пока ты не начинаешь сравнивать. До какой же степени iPhone плох. Он очень плох. Я напоминаю, он стоит 70 тысяч рублей, в OnePlus даже дешевле. Это не реклама в OnePlus, он официально у нас не продаётся. Безусловно, iPhone 12 Pro Max гораздо интереснее был бы в этом тесте. Потому что там матричная стабилизация, но он ещё официально не вышел. Данные этого теста меня совершенно не удивили, потому что я, в отличие от других людей, ну, делаю часто тесты камер телефонов, и iPhone давно не лидер по фотосъёмке и по видеосъёмке тем более. Когда-то он действительно был флагманским по части стабилизации. Я долго его ставил просто вот в флагман всех флагманов, но уже не так. Когда натыкаюсь на какой-нибудь ролик, где обзорщик говорит, что ну вот, iPhone у нет равных видеосъёмки, или это в комментариях кто-то пишет. А сразу понятно, что этот человек ничем, кроме iPhone, не пользовался. При статичном и спокойном кадре картинка у двух телефонов более-менее приближённо одинаковая. У обоих телефонов неплохой динамический диапазон. Но хочу отметить, что iPhone менее натурально передаёт цвета. Это не значит, что плохо, он их как-то подкрашивает. Это выглядит симпатично, но OnePlus более натурально передаёт ту атмосферу, которая была в тот момент, когда снимали. Да, есть у iPhone проблема ненатуральности цветов, особенно она заметна в режиме фотографии. iPhone перенасыщает картинку. Это очень странно, потому что ранее iPhone в сравнении с другими устройствами мне нравился за то, что у него сбалансированная цветопередача. Сейчас он, ну, балуется с цветами. Перенасыщает. Но что касательно деталей, к нему претензий нет. Они с OnePlus абсолютно идентичны. Как бы ты картинку не кропал, у всех с деталями всё отлично. Что касается ночной съёмки, здесь, конечно же, вам больше понравится iPhone, потому что тут уже проблема обратная. Перенасыщает OnePlus, очень желтушная картинка, мне самому не нравится, признаюсь. Также у OnePlus есть проблема с прямыми световыми лучами. Он их из-за линзы, скорее всего, плохо обрабатывает. В целом, что касается деталей, как ни увеличивай, у них всё идентично. А вот что касается ночной видеосъёмки, то тут OnePlus печаль беда. Комментарии здесь, думаю, излишни, решайте сами. В обзорах телефонов я обычно много времени уделяю операционной системе. Про что мне говорить, когда мы говорим про iPhone? Скажите, пожалуйста, iOS не меняется. В лучшем случае в ней добавляется то, что было на Android кучу лет назад. Например, виджеты. О, Господи, в 2020 году Apple добавили виджеты. О, Господи, у них наконец-то можно сворачивать звонок. Он не прерывает все ваши приложения. Какая радость! Это всё давно было на Android. Эппловоды всегда говорили, нам это не надо. Но как здесь это появилось, нам это надо. Виджетами я здесь не пользуюсь, потому что они отвратительные. Во-первых, здесь система iOS, когда оно всё прилипает. Я хочу вот этот виджет поставить посередине. Для того, чтобы было эстетичнее. Чтобы была симметрия. Я хочу поставить несколько циферблатов на стол. И мне скажут, что ты же можешь это сделать, но там только аналоговые. А я хочу несколько цифровых циферблатов. Этого нельзя. И если я сейчас буду перечислять, чего ещё здесь нельзя сделать, то на это уйдёт часы времени. Здесь нельзя до сих пор нормально скинуть файлы с айфона на виндосовский ПК. Друзья, вы не представляете, сколько я намучился, чтобы просто сделать сравнение камер, потому что он не дружит с виндос вообще. Продолжается второй день моих мучений. Устройство недостижимо. Я бы сказал, что устройство непостижимо. Тупое, блядь. Потому что с него даже нельзя скинуть файл. Ты просто перетягиваешь устройство недостижимо. Вот напишите. Вы хоть раз встречали такую ошибку в виндос? Оно просто не перебрасывается. Надо миллион раз перевоткнуть. Бывает, что он его вообще не определяет, компьютер. Короче, этот телефон надо покупать только в связке с маком, потому что с виндой он работает. Вот как он работает с виндой. Ты его втыкаешь, а винда вот что-то пукает. Там что-то вроде было, но... Ну, скорее всего, винда просто не определяет телефон. Потому что это не телефон, это кусок кала медвежьего. Система по-прежнему тупорылая. Всё делается через настройки. Я захожу в камеру, я хочу покрутить там, что-то повертеть. Поменять кодек, например. Заходи, пожалуйста, в настройки. Делай это отсюда. Справедливости ради, в этой iOS появилось больше настроек внутри приложения камеры. Теперь из приложения камеры, о господи, наконец-то можно поменять разрешение. Раньше-то надо было делать через настройки. Делать кучу кликов, свайпов. Теперь это можно через приложение камеры. Сколько должно пройти лет, чтобы я, например, кодек мог поменять внутри приложения камеры? Это неизвестно. Меня ещё бесит, что здесь ночная съёмка, она автоматически включается. Здесь нет отдельного режима. Телефон сам регистрирует, что сейчас ночь. И давай ночную съёмку делать. А если я не хочу делать ночную съёмку? Иногда мне надо сделать ночью очень быстро фотографию, а он делает её 34 секунды. А потом оно смазанное получается, если потом резко убрать телефон. В андроиде есть отдельный режим, ночная съёмка. Здесь его нет. В плане стабильности, да, система стабильная, но было бы там чему лагать. В этой системе ты даже иконку посередине не поставишь, там нечему лагать вообще. Я даже не скрываю свою предвзятость. Меня раздражает эта система, я от неё ушёл и счастлив. Но я понимаю людей, которым это нравится. Это девочки, это дети, это бабушки. Которые не хотят лишний раз там какую-нибудь кнопочку случайно нажать, чтобы ничего не поломалось. Это идеальный для них телефон. Он быстро работает. У него приятные анимации. Всё плавненько, шустренько, хорошие свайпы, красивые иконочки, большие, которые ты никогда не поменяешь. Понимаете, айфон, он как Макдональдс. Он везде один и тот же и всегда один и тот же. Друзья, про него говорить больше нечего. Это неинтересный, это скучнейший телефон. Да, он неплохой. Если у вас айфон 8 и вы перейдёте на этот, вы получите удовольствие. Если у вас 11 айфон и вы перейдёте на этот, ощущение нового устройства пропадёт примерно сразу, как вы привыкнете, что он стал плоским. Всё остальное прежнее. И справедливости ради Apple приходится это делать, потому что их телефоны покупают огромными количествами. Это один из самых, по-моему, самых популярных моделей телефонов. Я надеюсь, он не поцарапался? Нет. Ой, я очень боюсь, что я его не смогу вернуть. Бессмысленно что-то менять, когда что-то очень хорошо продаётся. Если они что-то радикально поменяют, люди будут говорить, ой, это не так, как было раньше, это не то, что мы любили, то, к чему привыкли. Поэтому они лишний раз и не рискуют. С другой стороны, ну, ну, если бы виджет можно было бы поставить посередине, ну, неужели бы от вас ушли пользователи? Ну, если бы сетку иконок можно было бы поменять, ну, неужели бы от вас ушли пользователи? Ну, меня раздражает вот это меню, которое не меняется просто с iPhone 4. Ну, оно просто не меняется никак. Раздражает. Каждый раз берёшь новый телефон, и это старый телефон. До сих пор нельзя расширить доки, поставить сюда больше иконок, чтобы было удобнее. Я на iPhone 4 с помощью твиков и CD его расширял. До сих пор этого нельзя сделать просто так.